ребят здорово значит это видео короткий ответ на короткий вопрос одного из подписчиков я так понимаю это и юный представитель скажем так тех кто смотрит за моим каналом начну я буду читать его вопросы сразу вставлять какие-то ремарки благодаря марафону решился делать задание сделал всем стал у девушек брать номера не может того быть они вызваниваются приглашали свидание и приходит трогаю все хорошо есть одно но я может не прав в чем-то но девушка не пишет сама первое удивительно обозначу сразу я первый подошел я первый пригласил я первый поцеловал в щеку и так далее да то есть почему я сделал вывод что этот товарищ юм но скорее всего это какое-то детское поведение если тебе чувак больше 25 то я тебе сильно не завидую то есть и ты до сих пор не понял что ты живешь в мире где женщины вряд ли будут делать что-то первыми если ты обычный парень как поет андрюшка губин пел раньше во всяком случае что ну как бы девушки первыми вряд ли будут что-то делать поэтому то что ты первый пригласил первый поцеловал 1 1 все это обычная нормальная практика это реальность к сожалению или к счастью это так я написал после свидания пригласил снова на свидание она пришла я могу нюхать ее в шею и водить носом по шее это очень хорошо чувак что ты можешь это делать ну как минимум это говорит о том что девушка в принципе расположена и она готова к какому-то продолжению но сама она даже не спросит как у меня дела и не может написать первое просто спроси как дела нет этого нет секса не было но не понимаю почему нельзя написать спросить как дела вот то есть во первых ты сейчас предъявляешь претензии я бы даже сказал не женщине а миру то есть это то же самое что ты сейчас приходишь в матери природе пишет мать природы какого хера зима длится там не знаю 6 месяцев россии что за что такое почему не 3 почему не 2 то есть это смешно чувак предъявлять претензии почему она не делает это первого первой или не отвечает взаимностью это смешно во вторых все только от недостатка выбора как обычно все ваши проблемы все твои истории про то что ты там берешь номера чё-то еще и так далее скорее всего эта девушка самая такая яркая из тех о ком ты рассказал поэтому столько танцев с бублем возле него то есть если бы у тебя сейчас были девушки другие какие-то красивые классные клевые которые тебе интересны и они бы были в доступе ты мог бы позвонить ты бы уже давно забыл про эту женщину то есть то же самое что ты берешь покупаешь себе ладу калину потому что у тебя нет денег и предъявляешь претензии каждый день заводя ее говоришь какого хера ты так часто ломаешь почему такая стрёмная почему ты не едешь почему ты какая разница то есть почему ты ее выбрал по каким-то причинам по каким причинам я прекрасно знаю потому что выбора у тебя как и у многих из вас нет вот и вся ваша причина которая стоит в основе всего если бы у тебя были деньги на то чтобы приобрести любой автомобиль вряд ли ты бы купил себе все-таки калину дай потом хуесосил и и почем зря каждый день потому что она тебе не нравится она ломается но когда я дочитал до вот этого места кстати где ты пишешь секса не было вот опять же этот интересный такой вопрос то есть и простите секс это как дождь да я так понимаю что он как-то случается с помощью каких-то природных явлений до или секса то снисхождение благодатного огня и так далее дать о чем речь на чувак то есть его не было потому что ты для этого ничего не сделал о чем вообще тогда говорить да то есть как бы я понимаю что на этом свет клином не сходится да но любые отношения переходят из разряда просто общения в отношении после того как ты с девушкой сблизишься если ты с девушкой не сблизился и бравируешь тем что у тебя тут хватает яиц там поводить носом не знаю по ее шее и так далее то чувак о чем вообще речь она в принципе тебе после секса ничем не обязана не обязана тобой интересоваться она не обязана быть такой как тебе хочется но если его еще и не было то она тем более втройне тебе ничем не обязана заинтересованности с ее стороны не вижу никакой вообще как будто ей пофиг и в этом у меня проблема девушка может идти по улице и молчать я ее спрашиваю о море о детстве она что-то ответит и молчит сама ни одного вопроса вообще не спросит сядем в кафе я выберу выберу столик где-нибудь в углу и разговариваем я могу что-то спрашивать она отвечает и разговаривает у меня вообще ни о чем не спрашивает но может ей 13 я не знаю или там ей 7 или что и 18 то есть может она тупая ну как бы позволяет ее целовать нюхать но ничего не спрашивает не говорит могу и два дня не звонить она не пишет но по но могу позвонить и она пойдет на свидание где проблема проблема в тебе может я уже сказал что у тебя нет выбора поэтому ты вынужден общаться с какими-то странными сомнительными женщинами значит смотри проблема может быть в тебе почему потому что у тебя нет с ней секса до сих пор ты с ней не сблизился как-то так да то есть и поэтому может быть есть шанс что после того как вы сблизитесь девушка раскроется бывают такие женщины которые просто от природы молчаливы неговорливы и так далее но все таки секс он сближает людей вы как-то раскрываетесь может быть проблема в тебе следующем что ты просто не интересен то есть вот она приходит потому что других нету и пока вот других нет она ходит с тобой от безделия потому что ей заняться нечем потому что ты не интересен а ну дай пойду схожу время проведу есть такие женщины к сожалению и к счастью они есть в тебе проблема потому что ты злишься на ладу калину за то что она ломается я тебе еще раз говорю если что-то не нравится не устраивает все забудь про нее заблокируй найди себе новую или не звони две недели или три недели там если тебя так важно чтобы она сама позвонила тебя же никто не заставляет не общаться кроме того что у тебя в башке сидит страх и из-за него ты не можешь создать себе какого-то минимального выбора да то есть и понять что в принципе женщина это не не что-то мифическое этом недоступно это всего лишь женщина с которой ты можешь легко пообщаться проблема может быть в ней как я уже сказал потому что может быть она сильно скучная просто вот вот такая девушка вот она просто тупая у меня был такой случай ну один из многих но он такой особенно яркий здесь была женщина с которой я встречался там очень давно только ради секса причем не продолжительное время то есть она выглядела очень эффектно такая была как бы в теле высокая такая с форме так но она была настолько тупая что просто я приезжал мы ехали занимались сексом я ее отвозил обратно говорю все давай и только она начинала открывать рот я в это время уже топал по газам потому что если она начинала разговаривать это был трэш и просто пипец поэтому однажды даже когда мы заехал за ней на набережную самаре до этого ей кто-то успел подарить цветы но вот эти вот которые бабушки ходят цветы продают и видимо кто-то купил и подарил ей цветок в надежде на ее там благосклонность вот я когда шел с ней по набережной я заехал чтобы уехать с ней там собственно место секса я говорю выбросить цветок как бы но мне стремно сейчас меня кто-то увидит из моих то есть подумать что я там за тобой ухаживаю или что-то не знаю дарю тебе цветы а если ты начнешь разговаривать как вы пипец она не выбрасывал в итоге мне пришлось огородами реально уходить с этой набережной давай так так короче через эти кусты вот я потому что переживал что если кто-то увидит меня с такой не умный и не интересной женщины то они подумают что со мной что-то не так плюс из твоего письма я понял следующее что она готова к сексу то есть она готова к близости потому что она ты ее приглашаешь она приходит чуть и надо еще я тебя спрашивать что тебе еще надо она дает тебе себя поцеловать пока еще дает трогать и себя там поцеловать шею так далее вот но ты не берешь ее ты не сближаешься и опять же это только потому что тебе страшно ты что-то там боишься у тебя нет альтернативы она в чем-то закомплексована чуть-чуть не с не настолько у неё по ее словам были хорошие отношения в прошлом был хороший парень она от него ушла не стала говорить бла-бла-бла скукота секса не было вот здесь эта фраза меня просто ну как бы она меня подшевелила именно поэтому я собственно решил на этот один из многочисленных вопросов и комментариев снять видео потому что сколько можно наебывать самого себя у меня такая работа что я привык что на тренингах каждый первый пытается меня обмануть но как бы я уже понимаю к чему это приведет но в вашем случае ты секса не было потому что сам не хотел торопить мне прикольнее было ее узнать чтобы она меня узнала что что-то спрашивать друг о друге не хочется трахать кусок мяса хочется заниматься сексом с желанной девушкой которую более мне сейчас я блевану подожди вернусь к разговору чувак ты сам послышишь а ты несешь ты понимаешь что на самом деле ты вот этой всей стрёмной объяснительной конструкции объясняешь самому себе почему-то слышь почему ты до сих пор не сделал ничего чтобы трахнуть эту неинтересную скорее всего скучную и не особо наверное выдающуюся судя по твоему описанию женщина может вообще на и нафиг а как же вы достали ребята врать самому себе да то есть вы можете мне врать я это уже слышал но самому себе то врать это вообще преступление значит что нужно сделать давай резюмируем то есть прежде чем я скажу тебе что нужно сделать есть такое нулевое правило что нужно сделать тебе или таким как ты то есть тебе и таким как ты нужно по-быстрому собраться приехать со 2 по 5 апреля на тренинг практику в москву где три с половиной дня мы будем вышибать из себя этот самообман эту дури делать так что у тебя не будет проблем что тебе делать со сломанной некрасивой там не знаю какой-то не устраивающий тебя женщиной там или машиной какая разница у тебя будет выбор и это решит все твои проблемы но на самом деле что тебе надо сделать кстати практика ссылка под видео здесь внизу записывайтесь значит первое заняться с ней сексом нужно с ней сблизиться и есть такая маленькая вероятность что она раскроется второе продолжить общение после этого уже после этого это ключевое если ты завтра этого не сделаешь чувак ты можешь застрелиться продолжить общение если вы дайте какой-то шанс если тебе самому дальше будет не нравится то что она там не вовлекается не интересуется тобой если ничего не изменится то начать найти другую и третье ну как я уже сказал третье вытихать из всего этого создать себе выбор а это очень легко делается если суметь самого перри перешагнуть через эти страхи выбор мы вместе с тобой создадим на тренинге практика который пройдет со второго по 5 апреля ссылка под этим видео ты оставляешь заявку записываешься туда и мы с тобой там встречаемся ну как то так вот пишите интересные вопросы ребят потому что на самом деле абсолютное большинство вопросов просто пиздострадальческий бред мне уже 36 лет я взрослый дядька мне так хочется вот что-нибудь вам рассказать умного если вы спросите но абсолютное пиздострадание во всех вопросах и на этот я отвечаю только потому что вот ну прям меня бомбанула когда ты сказал что мне не хотелось ничего там с ней делать я решил узнать и это для чувак не рассказывает никому а то тебя засмеют все грубо а